Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины пятерым участникам Майдана. В указе главы государства отмечается. Это награда за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, проявленных во время революции достоинства. Напомню, сегодня в Украине вспоминают героев Небесной Сотни. Боевики нарушают Минские договоренности, обстреливают позиции украинских военных и мирное население. Но есть и положительные новости. На Луганском направлении впервые отмечается соблюдение режима прекращения огня. Это дает возможность проводить работы с восстановлением электро, вода и газопоставления в населенных пунктах, которые больше потерпели от численных обстрелов незаконных оружиями. Сначала вступил в действие Минских договоров террористами и российскими военнослужащими. Было действовано 302 обстрелы позиций сил антитеррористической операции. Но провокации с боку пророссийских боевиков могут появляться в любую минуту. Российская Федерация нарушает оккупационный контингент на территории Донбасса. Впродолжение последних дней, несмотря на минские договоренности, фиксируется перемещение с Российской Федерации на территории Украины, военнослужащие техники и боеприпасов. В частности, в направлении города Новоазовск произошло больше 20 танков, 10 самолетных артиллерийских установок и полтора десятка вантажных автомобилей. Из-за падения цен на нефть российский бюджет потеряет 180 миллиардов долларов. Такую сумму в России будут терять ежегодно, если стоимость нефти составит 60 долларов. Об этом заявили в Министерстве финансов. Ранее ведомство оценило потерю бюджета в нынешнем году при снижении средней цены на нефть до 50 долларов за баррель. По этим данным, страна недополучит 14% от запланированных доходов. При падении цены на черное золото до 40 долларов потери составят 21%. На итальянский остров Лампедуза продолжают пребывать нелегалы из Африки. Только за последние дни береговая охрана спасла в море тысячи человек. В лагере для беженцев не хватает мест. Подробности далее. Центр для мигрантов на острове Лампедуза не справляется с наплывом беженцев. За последние дни береговая охрана Италии провела более 10 операций по спасению мигрантов. Многих отправляют в медицинские центры Сицилии. Но этого недостаточно. В 2000-е годы итальянский остров превратился в перевалочный пункт для нелегалов из Африки. Они плывут до него в надежде на новую жизнь в Европе. После начала арабской весны в 2011 году на Лампедузу хлынул новый поток беженцев. Многие из них погибают в море. Контрабандисты переправляют их на старых судах. К тому же лодки с мигрантами обычно переполнены. Парень, который был за штурвалом, сказал, извините, ребята, мы все умрем. Мы спросили, почему. Он ответил, лодка сломалась. Что мы можем сделать? Я даже не умею плавать. Многие беженцы погибают, не добравшись и до северного побережья Африки. На пути они могут попасть в руки военизированным группировкам, правительственным силам или встретить другие опасности. Путь сюда очень опасный. Кого-то убьют, кого-то ранят. Это путешествие очень длинное, а солдаты на границах очень опасные. Но африканцы даже с риском для жизни стремятся покинуть свои страны. Беженец из Сомали говорит, на родине его ждали только два варианта – стать солдатом или исламистским боевиком. В Швейцарии столкнулись два поезда, несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Пострадали около 50 человек. На путях не разминулись пригородный поезд и скоростной, который ехал из Цюриха. Сейчас движение на линии затруднено, работают спасатели. О причинах аварии не сообщается. Жители Украины смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Уникальное астрономическое явление можно будет увидеть 20 марта. Наибольшая фаза затмения будет наблюдаться на северо-западе Европы, на Фарерских островах и на острове Шпицберген. На территории Украины солнечный диск будет затемнен примерно на 60%. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.